10 сентября прошлого года в Сарове открылся Центр выдачи средств реабилитации для инвалидов. Получать необходимые для жизни человека с ограниченными возможностями здоровья вещи должно было стать проще. Однако машины ТСР по-прежнему приезжают не дольше, чем на три часа, а оставлять их в центре отказываются. Проблема не тупиковая, и сейчас идёт работа над её решением. Будем пытаться договариваться, как-то вести диалог, чтобы на самом деле это не с 8 утра до 11 длилась выдача, а как-то это оставлялось. Потому что я надеюсь и на поддержку думать. Единственная проблема – материальная ответственность за эти средства. Возможный вариант решения в сложившейся ситуации поручительства дополнил председатель общественной организации Всероссийское общество инвалидов Валерий Семиков. Ещё один вопрос, волнующий инвалидов и их опекунов в Сарове – отсутствие льгот на междугородние перевозки. По закону, эта категория граждан имеет право на компенсацию 50% стоимости четырёх поездок в год. Но так как у перевозчиков в нашем городе статус заказных перевозок, инвалиды и их опекуны этих льгот лишаются. Решить эту проблему могло бы возобновление муниципального маршрута Саров-Нижний Новгород. Хоть это и непростая задача, работа над её решением, по словам Антона Ульянова, идёт активно. Мы договорились с представителями регионального фонда социального страхования, что они со своей стороны посмотрят, можно ли в нормативной базе расширить с точки зрения применения льгот, льготу не только на маршрутные транспортные средства, но и на заказные. Ещё один злободневный вопрос касался социального вида транспорта, приспособленного для перевозок инвалидов. Городу не хватало имена автобуса, поскольку инвалидное кресло в такси не поместится. Недавно Центру социального обслуживания предоставили автобус для транспортировки маломобильных групп граждан. В ближайшее время он будет в Сарове. Час вызова этого автобуса будет стоить от 70 до 180 рублей. Анна Пилипец, Кирилл Новикевич, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24.